Здравствуйте! В этом ролике посмотрим, как настроить бонусную систему. Для этого переходим в пук-меню настройки, программа лояльности. Здесь есть два режима. Первый – понижать сумму счета, это когда будет не бонусная система, а применяться прямая скидка. Например, прямая скидка в размере 5 процентов. Либо второй режим – начислять бонусные баллы, которые мы больше рекомендуем именно оставить этот режим. То есть клиент совершит покупку на 100 рублей и ему 5 процентов вернуться в виде бонусов на следующую покупку. В этом поле мы настраиваем размер кэшбэка и можем также изменить название статуса. Например, поставим статус базовый и будет 7 процентов. Можем добавить еще статусы. Например, напишем продвинутый и будет 10 процентов. И можем указать условия достижения этого статуса. Например, если клиент в сумме совершит покупок на 10 тысяч рублей, то есть это может быть несколько покупок по 3 тысячи рублей и так далее, то есть в сумме наберет на 10 тысяч, то он перейдет на следующий статус автоматически, на статус продвинутый. Добавим еще один статус, назовем его VIP и сюда можем поставить большее значение. Также, если подключить модуль реферальная система, то можно также указать условия достижения статуса с помощью рекомендаций. То есть, например, если клиент совершит определенные 5 рекомендаций, то он перейдет на статус продвинутый. Эта настройка будет доступна после подключения реферальной системы. Идем дальше. Приветственные баллы. Это баллы на первую покупку. В данном случае у нас стоит 50. То есть, когда клиент совершает первую покупку, то у него на первую покупку есть 50 бонусов. Эти бонусы хорошо работают для мотивации клиента скачать приложение. То есть, простой речевой скрипт. Скачаете приложение и вы сразу получите 50 бонусов. То есть, 50 рублей скидки на первую покупку. Чаще клиенты копят бонусы, не сразу тратят эти бонусы. И здесь мы можем установить, какой процент счета можно оплатить баллами. Например, баллами можно оплатить только 50 процентов счета. Поставим данную настройку. После изменения всегда необходимо нажимать кнопку сохранить. И, соответственно, получается такое информационное сообщение, что условия сохранены. Переходим в следующую вкладку «Особые условия». Здесь можно включить автоматическую рассылку ко дню рождения клиента. Например, когда у клиента будет наступать день рождения, ему будут приходить от нас 200 бонусов в виде подарка и какой-то текст поздравлений. Все это будет происходить поздравление автоматически. Например, здесь можно также поставить, если мы оставим сюда ноль дней, то означает, что в сам день рождения клиенту будут начисляться эти бонусы. Если мы поставим, например, за три дня, то за три дня до дня рождения клиенту будут приходить эти бонусы и поздравления. Можно здесь прописать дополнительные условия. Например, в ресторанах часто пишут о том, что бонусная система не работает во время бизнес-ланча. Либо бонусы нельзя тратить на бизнес-ланча, а можно только копить. Здесь можно установить во вкладке «Ограничения» какие-то тоже особые условия. Например, ограничить срок жизни баллов. И, например, через указанный срок у клиентов сгорят баллы. В данном случае, если клиент не будет 12 месяцев никаким образом использовать бонусы, то после 12 месяцев они у него сгорят. У нас здесь стоит галочка «Продлевать срок при покупке». То есть, если клиент, например, совершит покупку, то у него снова продлевается срок на 12 месяцев срока жизни баллов. Можно установить срок начисления баллов за покупки. Например, клиенту после покупки начисляются бонусы через 7 дней. Эта настройка актуальна, например, для магазинов техники, где бонусы обычно начисляют после 14 дней. В нашем же случае можем эту настройку не ставить. И здесь можно выбрать товары за баллы. Это так называемые товары, которые будут продаваться за баллы. Например, там какой-то чизкейк за 200 бонусов и так далее. Здесь стоит сообщить о том, что данный функционал не интегрируется с учетными системами. То есть, данный функционал работает только в приложении UDS-кассир. Поэтому, если у вас есть интеграция, то мы рекомендуем не использовать данный функционал, потому что в интеграции гибкое списание и начисление бонусов. То есть, клиент может гибко списать свои бонусы. Например, там указать 250 бонов, 350 бонусов. То есть, произвольное значение. Переходим во вкладку «Безопасность». Здесь можно указать номер чека. Это в случае работы с приложением UDS-кассир. Ограничить сумму счета. Эти настройки в случае работы с приложением UDS-кассир. То есть, если вы работаете с интеграцией с учетной системой, то эти настройки не нужны. И здесь можно указать подозрительную активность. Например, в данном случае, если клиент совершит в день три покупки, то он попадет в список подозрительно активных пользователей. И мы можем посмотреть, в какое время он совершал эти покупки. И затем сделать вывод, это действительно клиент совершил эти покупки. Либо же, может быть, персонал вычисляет каким-то образом бонусы на свой счет. И тем самым отслеживать такие подозрительные активности. Посмотрим в мобильном приложении клиента, как отображаются условия бонусной программы. Переходим в карточку компании. Нажимаем на этот блок, где отображаются бонусы. И здесь клиент может познакомиться с условием бонусной программы. О том, какие есть статусы, как можно достичь данных статусов и сколько баллами можно потратить. И, соответственно, также пишется о том, какие есть приветственные бонусы. И есть блок, который отображается для клиента, какое количество ему еще нужно совершить покупок, на какую сумму, для того, чтобы перейти на следующий статус. Так что для клиента условия бонусной программы становятся абсолютно прозрачными и понятными. На этом все. Спасибо.